Привет друзья! Команда Шузис обновила свою самую популярную 110 модель. И теперь это не просто хороший нож, а практически идеальный. Итак, перед вами обновленная 110 модель. Обзор прошлой версии вы можете найти на канале. Кстати, тот нож мне очень понравился, но были замечания. В частности по клипсе. Она мне показалась несуразной и мне не понравился тот факт, что у такого хорошего ножа внутри стальная фурнитура. Хотелось бы керамическую. Китайцы все это поправили, плюс добавили новые цвета. В частности вот этот черно-желтый, который мне очень понравился и я его заказал. Фурнитура та же под торсы, тот же стандартный красивый фирменный осевой винт. Есть темлячное отверстие средних размеров и вот такой темлячок идет с коробки в комплекте. Под G10 стальные лайнеры. Есть углубления для более лучшего флипа и бэкспейсер из черного G10 с насечками. С обратной стороны новая клипса и посмотрите, как они ее сделали. Они заморочились, не просто поставили обычную клипсу, которую ставят на все другие модели шузиков. Да, она хорошая, глубокой посадки, но она стандартная. Здесь же шузисы заморочились и придумали индивидуальную клипсу именно под эту модель. Она более широкая, другой выгнутой формы и чуть мягче. Клипса отличная и давайте посмотрим, как нож садится на карман. Теперь берем в руки отвертку, делаем разборку и смотрим, что у нас там внутри. Да, как видим, теперь подшипники у нас керамические, шарик детента керамический, лайнеры стальные также облегчены. Сквозная фрезеровка и есть лыска на осевом. Причем она сделана правильно, не на всю длину осевого, не прослабляющая его. Механика с коробки просто исключительная. Клинок бодро выстреливает из рукояти и уверенно отправляется назад в рукоять. По механике вообще вопросов нет. Геометрия ножа очень выверенная, поэтому клинок очень легко, без отсутствия люфтов, ходит по подшипникам. Баланс. Баланс немножко смещен, как видим, в сторону рукояти. Почему? Потому что у нас здесь не толстый обух, всего 3,2 мм. Длина клинка, если мерять от начала рукояти до кончика, 90 мм. Вот такой получается универсальный нож, то есть практически резак. У нас тонкое сведение, тонкий обух, но за счет не широких, не высоких спусков. Это у нас такой отличный вариант для протыкания, распаковок и так далее. То есть универсальное лезвие, которое будет и резать, и протыкать. Собственно, давайте на это посмотрим. Неплохо нож справляется по продуктам и практически справляется со всеми EDC задачами. Сталь здесь D2, и прошу обратить внимание, D2 та, которая у ГАНЗа, то есть которая не сильно ржавеет. То есть какие-то есть добавки, молибден, хром, и они ее защищают. При этом достаточная твердость. Есть маркировка, маркировка производителя, маркировка стали, маркировка модели. Легкий такой сатин, есть фальш ближе к обуху, и для красоты вот такой долг, который, кстати, обработан. Все фаски вокруг сняты. С обратной стороны у нас идет порядковый серийный номер. Есть дулька для удобства заточки, и мы видим, что сверху у нас на обухе вот такие насечки, которые хорошо фиксируют большой палец, плюс есть у нас упор в виде плавника. Вот такой хват самый удачный, то есть можно выполнять и деликатные работы, и что-то такое выполнять в меру силовое. Хороший молоточный хват здесь. Рукоять ближе к темляку расширяется, и придает уверенность удержанию. Повторюсь, самое удобное это здесь вот такой, с большим пальцем на обухе. Также хороший отличный молоточный хват. G10, кстати, здесь имеет вот такую фрезеровку цепкую. Это тоже способствует удержанию. Что можно сказать в заключении, какие можно подвести итоги? Сразу напомню все изменения, которые произошли по отношению к прошлой версии. Первое, это китайцы добавили новые цвета. Во всяком случае, мне понравился вот этот новый черно-желтый. Также можно выбрать любые другие на странице продаж. Изменили клипсу. Клипсу неглубокой посадки, неудобную, заменили на индивидуальную, и в этом плюс. Она очень хороша по гибкости, по форме и по всем другим показателям. Внутри у нас теперь керамическая фурнитура, керамический шарик детента, керамические подшипники. Механика просто супер. Ну и дополнительно защита от ржавчины. Все, больше ничего не меняли и правильно сделали, потому что в целом это и был хороший нож, за исключением вот этих небольших недостатков. Теперь эти проблемы решены, и я могу сказать, что это один из лучших ножей, во всяком случае, в модельном ряду шузиков. Да, самый лучший для меня бюджетник, именно 120-я модель, но вот нож такой с претензией, который могут носить не только любители бюджетных ножей, но и более широкий спектр ножеманов, вот этот нож именно им подойдет. То есть он и недорого стоит, и есть в нем какая-то изюминка, что-то такое, что притягивает взгляд. То есть это более об удобстве, это уже такая замашка на имидж. То есть симбиоз 120-й модели и прошлых моделей 117-й и 115-й. От этих двух взяты какие-то элементы дизайна, декора, а от 120-й практичность. В итоге получился универсальный нож, который можно резать, которым можно и любоваться и так далее. На этом все. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Там же первая ссылка на наш телеграм-канал, где мы каждый день публикуем новинки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok